итак доброе утро дорогие друзья доброе утро сейчас я подключусь в телеграме на нашем основном канале вайкра значит если вы его час фейсбуке то я вам советую зайти в телеграм и в телеграме набрать просто вот русскими буквами вайкра вы набираете вайкра и что и выходит вам можно русскими набрать можно латинскими выходит канал на котором сейчас 2985 подписчиков и вам нужно на него подписаться на этот канал и тогда вы будете получать намного больше от нас информации чем если вы только фейсбуке полезной информации поэтому поэтому значит а сейчас секундочку что то у меня здесь немного поднялись вайкра заходим мне нужно телево икре провести прямой эфир прямой эфир почему не могу провести прямой эфир так секундочку очень странно значит вайкра не могу провести прямой эфир как будто бы я на канале вайкра не являюсь вайкра все раз двери должен иметь возможность вот отлично видео чат все извиняюсь что так долго мы настраиваемся но сейчас у нас вот на канале вайкра понял знаете что самое главное в технике самое главное в технике уметь и пользоваться если вы умеете пользоваться то она просто для вас сделает очень хорошую жизнь а если вы не умеете пользоваться то что то тогда надо учиться у тебя например умеет техника пользоваться и у меня поэтому даже если с первого раза не получается у меня значит получается со второго ли с третьего тазрия значит 6 7 день и 21 глава мишлей все очень я вам скажу что я вернулся опять к изучению мишли и сразу это меняет жизнь моментально улучшает жизнь меняет лучшую сторону и все теперь я его сразу же я сейчас и фейсбуке и в телеграме и значит вашу маму и тут показывает и там показывает ходы что всем желает хорошего месяца желает всем яков шататин я поддерживаю его сейчас как раз наступил месяц и яр месяц яр это второй месяц года первый месяц года был какой первый месяц года был nissan nissan и второй месяц и яр говорят что я яр это сокращение они я ашем это бог рафеха и яр твой я бог твой исцелитель твой это месяц называется месяц исцеления поэтому если вам нужно какое-то исцеление сейчас как раз это месяц нужно молиться по исцелению и конечно же всевышний пришлет исцеление через врачей то есть нужно понимать что весь этот мир это отражение всевышнего до этого проекция и когда вы взаимодействуете со всевышним то есть каждый из нас взаимодействует со всевышним то мы вначале пытаемся включая вот это желание услышать голос всевышнего то есть мы хотим изучать тору чтобы услышать голос всевышнего что нам делать и выполнить выполнить волю всевышнего заповеди потом когда мы слышим голос всевышнего и выполняем его волю то мы здесь соединяемся со всевышним чтобы эту схему понять представьте вы хотите с кем-то из людей соединиться и с ним установить отношения вот например я хочу с аси ябко например да по установить контакт значит что первое дело я значит должен услышать аси ябко я посмотрел вот ася написано ябко ходы что и я здоровья и благополучия все я уже с ней как бы вступил в контакт она даже еще не знала об этом но вот я сейчас прочитал уже я с ней в контакте потом а она например мне говорит и скак там не тяжелоб я говорю хорошо ася не буду лоб чесать все в этот момент уже у меня есть два как бы два мостика связи первый я ее послушал то что она написала второй я выполнил ее просьбу все у нас не уже отношения у меня уже есть депозит до в отношениях с аси ябко то же самое со всевышним лявдель ну то есть это аси все-таки это всевышний но схема одна и та же вначале мы читаем изучаем то что он от нас хочет второе мы выполняем его волю и в этот момент мы с ним входим в резонанс мы входим с богом в отношения и дальше эти отношения надо усиливать как говорил нам царь салмон беколь драхеха део на всех своих путях познавай его в у яшер архатеха и он выпрямит все твои дорожки значит чуть-чуть еще одна мысль из главы мицора значит глава мицора и глава тазрия значит про про проказу про язвы очень такой маленький нюанс но который дает очень такое знаете углубляет понимание значит в сегодняшнем недельном отрывке рассказывается о том что если на доме появились язвы вот эти вот пятна проказы появились на доме они там зеленые какие-то красные очень как как плесень да как сейчас бывает вот плесень по дому идет это у меня в одном месте было в как бы не плесень это знаете как ну протекала да вот кабинете вот одном месте и перестала об очки перестала почему перестала можно найти причину простую перестала потому что потому что моя жена увидела что откуда это капает там с кондиционера и пришел кондиционерщик и починил да можно найти причину а причина следственная связь уже в решении но можно найти причина следственная связь же другую что мы сейчас изучаем законы законы проказы значит изучаем насколько лошонара а значит вызывает эту проказу злоязычие и я из-за того что я так хотел выучить вот эти законы и проказы перестать говорить злоязычие перестать говорить сплетни то есть из-за того что у меня было намерение самому научиться и вам передать то всевышний мне дал небольшой подарок небольшой подарок и у меня вот в углу комнаты было такого пятно исчезла исчезла нету пятна и чудо нет вчера приходил кондиционерщик и сделал но все вместе если посмотреть более широким ракурсом то именно так работает значит в сегодняшней главе рассказывается что если появились пятна на доме то нужно идти койну священнику и сказать как проказа выглядят вот эти вот пятна чтобы он пришел посмотрел если он видит что это проказа он закрывает говорит так дома печатается эти камни вытаскиваются все соскобляется и ждем 7 дней как она работает смотрим если через семь дней она опять появилась значит можно можно больше второй раз закрывается на 7 дней еще раз вытаскиваются камни и так далее то есть идет проводится работа и если проказа продолжает распространяться дом разрушается что говорит нам раша что говорит нам устная тора устная тора нам говорит на это место такую вещь что даже если человек который живет в доме он мудрец он изучал все законы проказы он выучил признать и 7 признать и 72 там видов этих пятен он просто написал книгу о том как отличает проказу от непроказы но он не священник он не может прийти к священнику и сказать там проказа он должен сказать она выглядит как проказа мне кажется что это проказа может быть там проказа и священник приходит и он определяет проказа это или не проказа отсюда мы учим а вообще технику разговора то есть люди которые очень категоричные они почему-то думают что они обладают какой-то абсолютно истины это глубочайшее заблуждение что кто-то в этом мире обладает какой-то абсолютно истиной но есть люди которые очень категорично говорят о том что вот я тебе сейчас докажу я тебе скажу вот это вот так они говорят прям и этим самым они совершают большую ошибку почему даже машер обеяну моисей который которому бог сказал египте завтра в полночь значит я выведу сынов израиля из египта народ израиля из египта когда он обратился к старейшинам и к народу израиля он сказал завтра к хатсот завтра около полуночи всевышний выведет из египта почему он сказал около полуночи талмуд целое выясняют пытается понять машер обе ну что не знал когда полночь или всевышнему сказал около полуночи всевышний не знал когда полночь когда не полночь почему машер обе ну моисей сказал изменил слова Всевышнего и сказал около полуночи. Талмуд отвечает так, что Машар Абейну знал, когда полночь. И Всевышний ему сказал в полночь. И Всевышний знал, когда точно полночь. Но люди-то могут ошибаться. Люди могут ошибаться. Поэтому, если бы он сказал в полночь, а у них не было часов в швейцарских, были тогда часы Египетские, это по солнцу, по луне, там плюс-минус. И они бы сказали, обманул Машар Абейну. Вот, полночь, а Всевышнего нету. Или он раньше, чем полночь, или после. Машар Абейну им сказал, чтобы снять вот эти все острые углы, он сказал, около полуночи. Около полуночи. Все, тут уже нельзя было сказать, что Машар Абейну. И Талмуд из этого делает вывод, что Тельма Тлешенка Ламар Эниюде, приучи свой язык, говорит, я не знаю, не будь категоричным. Не будь, как один отец учил своего сына, и он ему говорит, сынок, категорично утверждают свою правоту и истину только дурати. Нет абсолютных фактов. Нет абсолютных фактов, поэтому не будь слишком категоричным. Сын его спрашивает, папа, ты уверен? Он говорит, абсолютно. Абсолютно точно я уверен. Вот так оно. Я еще раз скажу, что в некоторых случаях может быть и нужно быть категоричным. И даже и факты есть. То есть, это еще раз подтверждает, что любое высказывание, какое бы вы ни сказали, у него есть исключение. Поэтому вопрос этот, это Всевышний задавал Богу, почему бывает праведнику и злодею хорошо и плохо. Это вопрос очень глубокий. Сейчас не будем его разбирать. Значит, у нас практический урок. Значит, по практике мы поняли отсюда, что первое, и есть еще один же нюанс. Смотрите, если Тора говорит, что скажи, как мне кажется, что это проказа, то значит, здесь тоже есть намек, за что она приходит. Потому что, если человек категоричный, если человек, он утверждает, что он знает, если он жестко вот так вот, да, цепляется за слова, то что, то он будет попадать все время в конфликтные ситуации. Если он говорит, может быть, мне кажется, я слышал от, там, например, от Зинаида Орловой, что, что вот так, да, или там он говорит, какую-то новость или какое-то предсказание, но он говорит от имени предсказавшего. Он говорит, я не знаю. Значит, вот сказал, например, вот этот вот, причем сказал он так или не сказал, я так запомнил. То есть, нужно быть реально абсолютно точным, да. Я слышал, и мне кажется, что я запомнил точно, что вот он сказал вот так. Я не знаю, я не уверен. Он так сказал, может быть. Может, я ошибся, может, я запомнил. А он откуда знает, тот, кто так сказал? Я не знаю. Какой у него источник информации? Тоже не знаю. Вот это будет правдивая передача информации, да. То есть, мы все находимся в, каждый в своих каких-то, таких вот, знаете, мысленных построениях, в мысленных каких-то, таких, знаете, в, все живут в сериале, все живут в сериале, каждый в своем, каждый что-то себе навыдумывал, и, а по факту как? Да, вообще никто не знает, как по факту. В мире 8 миллиардов человек, 200 стран, 200 правительств, значит, когда мы говорим Америка, Украина, что вы имеете в виду? Америка, 240 миллионов населения, и там есть три ветви власти. Когда мы говорим американцы, кого вы имеете в виду из этих 240 миллионов человек? Или там евреи, какие евреи, которые жили тысячи лет назад, или которые сейчас? Евреи из Африки, или евреи из Норведии, это мы живем в мире обобщений и в мире иллюзий, иллюзий, конкретно иллюзий, но то, человек, который выдает свою иллюзию за истину, у него есть вот эта вот гордыня, которая является качеством запрещенным Торой. Вот то, что я хотел сказать по недельной главе. Теперь дальше. Теперь мы переходим к Мишле, притча царя Соломона, 21 глава. 21 глава. Открываем сегодня 21 число и смотрим, что у нас сегодня, значит, нам откроется. Значит, давайте посмотрим. 21 глава. Вот. Значит, полгеймаем левмелет баят ашем, алькол ашер яхпоц ятен. Вот, пожалуйста, значит, как потоки воды сердца царя в руке Бога. И все, куда он захочет, он его повернет. Значит, мы учили, что много замыслов в сердце человека, но замысел Всевышнего, он исполнится. То есть, у человека, у обычного, идет наоборот, не как у царя. У человека его внутренний мир, это его полная свобода. Внешний мир, это управляет Всевышний, да, внешним миром. То есть, я могу сказать, я подумал и решил, что я сейчас пойду в магазин. Выхожу сейчас из комнаты, а жена уже уехала в магазин. Все. То есть, мое решение, подумал и решил, столкнулось с реальностью, что она уже уехала без меня. Может же такое быть? Может. у обычного человека. У царя не так, потому что царь, правитель, он влияет на весь мир, на всех людей. То есть, получается, что царь, когда начинает войну, например, да, то его решение влияет на миллионы людей, на их жизни. Получается, что внешняя реальность, она кому принадлежит? Всевышнему. Если царь, это тот главный управляющий элемент, который создает внешнюю реальность, тогда нам сообщает царь Соломон, что с царями по-другому, как вода, полгемаем, то есть, вода, которая течет по руслу, она может прям сносить, она может делать потопы там и так далее, то есть, если река такая, субногорная, то сердце царя, которое его, каждое решение меняет в жизни миллионов людей, оно в руках Всевышнего. Когда Бог ожесточил сердце фараона, и фараон не отпускал, египтяне говорили, да отпусти уже народ Израиля, они хотят уходить, служить своему Богу, мы их вообще несправедливо в рабство взяли, отпусти. А фараон говорит, нет, не отпущу. Но это почему он не отпускал? Потому что сердце фараона, его мышление было в руках Всевышнего. Всевышний хотел, чтобы было 10 казней, чтобы море раступилось, то есть, царь он робот, царь это биоробот, который в руках Всевышнего. Теперь вы спросите, почему Всевышний выносит такие решения? Это как раз вот задавал Дамир Партнер вопрос, почему есть праведник хорошо, праведник плохо, мы Всевышнего понять не можем. То есть, если Всевышний в этот момент допускает, не допуская даже, а делает так, что в мире война, значит, Всевышний на базе всех 8 миллиардов человек, на базе их действий, на базе их решений, на базе, например, есть в Устной Торе, есть такая очень интересная вещь, что воины приходят в мир за беззаконие. Когда в стране есть беззаконие, когда нет честного, справедливого суда, то накапливается вот эта несправедливость, она накапливается, 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 и вот эта потом несправедливость, чтобы ее снять, как нарыв, который прорывает, он прорывается через войну. Ну, хорошо, что еще в 21 главе у нас написано? Дальше написана очень важная такая психологическая идея, которая прямо вот сейчас, мы можем на себе это заметить. Каждый путь человека прямо в его глазах. Но проверяет сердца Бог. Значит, каждый человек, что бы он ни делал, он считает, что он делает правильно. То есть, даже мы возьмем ситуацию, когда он сомневается, правильно или неправильно. Вот сидит человек и думает, вот сделать мне это или не сделать? Какое-то действие, он думает, наверное, оно неправильное. Наверное, неправильное. Мне там, например, возьмем простой пример. Вот еда какая-то запрещенная. Он сидит, ему врачи сказали, это тебе кушать нельзя. Он сидит, смотрит на это, говорит, да, врачи мне сказали, кушать нельзя. Да, да. Ну что? Ну, я хочу, хочу это скушать. Вот он сидит еще, ходит вокруг этой еды, запрещенной для него, думает, думает. Потом думает, ну что, врачи не могут ошибаться? Могут. А сколько той жизни вообще? Сколько той жизни? Эх, съем эту еду. Получается, что его выбор, он себе его так оправдал, что теперь его выбор, каждый, каждый путь человека прямо в его глазах. То есть, даже преступник, когда идет делать преступление, он считает, что он правильно делает. В эту хен ли бот ашем? Но Бог проверяет сердца. Бог знает о его сомнениях. Бог знает, что он вначале знал, и преступник знал, что нельзя это делать, и человек знал, что врачи ему запретили есть. И даже если он потом обманул себя, но Бог знает, или он знал, что это нельзя, или не знал. И как Бог проверяет сердца? Знаете, это очень есть хороший тест. Прямо реально это работает каждый день с каждым из нас. Вот человек совершает, каждый из нас совершает множество разных поступков в жизни. Мы совершаем поступки иногда правильные, неправильные, хорошие, нехорошие. Теперь Всевышний нам показывает этот поступок со стороны и говорит, ну давай-ка, оцени. И человек оценивает других. Если он других оценивает, говорит, так делать нельзя, как он мог, как он мог так поступить, что за человек такой, вот он так ужасно поступает. Это неправильно. Потом он сам делает то же самое, но себе он внутри говорит, да нет, ну это не, ну ладно, что там, я могу так сделать, ничего, в этом ничего плохого нет. То есть в его глазах он поступает правильно, но Бог-то знает сердца, он же, он помнит, это человек забывает, как он другого ссудил. А Бог-то, он же внутри всего, он внутри всего, он как рентген такой. Так. Давайте сейчас еще один отрывочек. Сейчас, что-нибудь такое полезное. Ну вот смотрите, есть вот такой отрывок. Вот, вот это вот больше мне нравится. 13-й отрывок, 21-я глава. 13-й отрывок, 21-я глава. Говорится так. Тот, кто закрывает ухо свое от крика обездоленного. Гам-у-икра-вэло-яны. Также он будет взывать и не ответят ему. Он будет взывать и не ответят ему. Да. Теперь смотрите, что получается. Вот, например, я считаю, что творится, вот, например, с Навальным. Возьмем политическую тему. Великая несправедливость, огромнейшая несправедливость. Человек разоблачил воров и преступников, да, взяточников, воров и преступников. Он их разоблачил полностью. Его фильм про, ну, то есть, как бы, ну, миллион доказательств, что чиновники в России воруют вообще бессовестно, беспроглядно. Теперь он это разоблачил. И что? Он сидит в тюрьме. Сидит он в тюрьме, над ним издеваются. Страшно, да? Теперь получается, если промолчать, вот, ну, большинство людей молчит, думает, ну, ладно, там, чего. Ну, издеваются над ним. Ну, и что значит? Ну, как бы, не зря, наверное, над ним издеваются. Теперь, но потом, вот это то, что здесь написано. Говорит царь Саламон, тот, кто закрывает ухо свое от крика обездоленного, когда обездоленный взывает и просит о помощи. А люди говорят, моя хата с краю, ничего не знаю. Что значит? Вот, когда-нибудь, гам-у икра, он когда-нибудь сам будет взывать. Все возвращается. В Илоя-Ане ему никто не ответит. Ни Бог ему не ответит, ни люди ему не ответят. Потому что мера за меру. Вот такая вот жизнь. Вот, поэтому всем шаббат шалом. Всем шаббат шалом. Тогда вот еще один отрывок, чтобы завершить позитивом. Давайте завершим позитивом. Тут есть на эту тему очень хороший отрывок такой, да? Что Асет-Здака-Умешпад. Тот, кто делает милосердие и справедливость. Не в Харле, а Шем-Мезавах. Он лучше для Бога, чем тот, кто приносит жертвы. То есть, для Бога самое главное не то, что мы ходим на роте Торы, не то, что мы молимся или выполняем заповеди. Для Бога самое главное – это милосердие и справедливость. Чтобы было честно и милосердно. Поэтому, поэтому нужно, конечно, учить Тору, иначе мы не будем знать, что такое справедливо. Но проявлять милосердие, проявлять добро – это очень-очень важная такая вещь. В мелочах, в маленьких вещах. Но ты все время как накопительный эффект. Тсдака, говорит Рамбам, лучше дать, чем тысячу монет сразу, давать по одной монетке тысячу раз. Каждый раз ты делаешь доброе дело. Каждый раз ты меняешь свою природу. Каждый раз ты вызываешь вот эту вот искру добра в этом мире и духовности. И поэтому милосердие и справедливость – это очень важно. Но справедливость лучше использовать по отношению к себе. Все помнишь, что каждый человек видит в своем глазу, в чужом глазу видит царинку, в своем бревно не замечает. Поэтому нужно прежде всего, если вы хотите исправлять кого-то, нужно исправлять себя. А если вы хотите делать добро кому-то, то нужно делать добро другому. А обычно наоборот – человек делает добро себя, а исправляет других. Так попробуйте неделю наоборот. Делать добро другим, а исправлять себя. Да, относиться милосердно к другим. каждый человек знает свои недостатки каждый человек хотел бы в большинстве своем их исправить если он пока не исправил, то дай Бог, надо молиться за всех чтобы они исправились всем удачи, успехов, шаббат, шалом чтобы было у вас благословение во всех хороших делах и переходите опять же канал Ваикров в телеграме есть бот, обучающий бот называется Ваикра Жизнь по Торе там у нас есть все что мы делаем обучающий урок у нас сейчас есть, слава Богу, появилось много людей, которые хотят посвятить урок какой-то заповеди, кому-то из своих близких и они дают деньги звонят Якову Шатадинову, говорят мы хотим снять урок по заповеди, вот например Дамир Партнер, снять один урок сделать видео урок, поговорить с двумя, с тремя раввинами где-то 10-15 минут снять урок, чтобы раскрыть этот вопрос, который вас интересует будет стоить один урок такой, тысячи долларов сделать, его посмотрят десятки тысяч людей значит, это будет прекрасная заповедь вы ответ на свой вопрос получаете и делаете доброе дело другие люди, десятки тысяч людей увидят ответ на вопрос почему есть праведник, которому хорошо и праведник, которому плохо этот вопрос разбирается в Талмуде в трактате Брахот разбирается очень подробно этот вопрос разбирается в Кабале этот вопрос меня когда-то мучил дико он меня мучил в первые годы как я начал изучать Тору я не мог не мог прямо найти себе место так меня этот вопрос волновал и меня никакие объяснения не устраивали пока я не встретил одного раввина в Цфате, в городе Цфат раввин такой, кабалист и он мне дал исчерпывающий ответ почему есть праведник, которому хорошо праведник, которому плохо и именно его ответ меня лично успокоил и удовлетворил все, друзья удачи, успехов всем хорошего, прекрасного дня и шаббат шалам и ходыштов главное, ходыштов чтобы был хороший, прекрасный месяц до сих пор отступать спасибо Продолжение следует...